И сейчас пришло время рассуждать и читать Слово Божие. И у меня есть такая возможность сегодня продолжить, если Бог позволит, закончить тему, которую мы начали несколько воскресеньев назад. Это такая небольшая серия, это третья пропасть на тему и на послание апостола Якова, 4 глава, и некоторые стихи, которые я почитаю сейчас. Я их напомню для того, чтобы мы могли дальше идти и рассуждать над этим местописанием. Это Якова, 4 глава, 13 по 17 стих. Теперь послушайте, и вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно, будь Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет дело добро, и не делает тому грех. Вы знаете, я очень аккуратно сейчас стал еще больше в своих словах после этих проповедей. И даже сегодня говорю, если Бог позволит, мы закончим эту тему. Потому что так правильно говорить в больших и малых вещах. Как минимум думать так и действовать в таком положении. Я хочу кратко напомнить тем, кто слышал эти первые две темы, две проповеди на эту тему, и тем, кто, может быть, пропустил, о чем мы говорили до этого. И мы говорили, что это послание апостола Якова к верующим, евреям, которые были рассеяны по всей территории Римской империи. This is the epistle of an apostle John to the Jews scattered in the Roman Empire. И как мы прочитали, если бы я прочитал еще выше, мы обратили внимание, что это очень строгое слово. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы рассуждали больше не о том, как Яков, он осуждает некоторых людей или их поведение, но как мы назвали эти серии тем, это четыре совета для нашего успешного планирования. И первый совет заключался в том, что мы должны помнить, что мы не вечны на этой земле. Это то, что мы прочитали, когда Яков говорит, вы не знаете, что случится завтра, и вы в паре являетесь на малое время. И это значит, что никто не знает, что будет завтра, даже сегодня. Но мы все знаем, что мы ограничены на этой земле. Вы все это знаете, правда же? Кто-то знает, что будет завтра? Если вы знаете, поднимите руку. А кто не знает, что мы все время на этой земле, поднимите руку. Мы знаем, это правда? Это очень важно знать и это помнить. И важно помнить, что самые важные цели в нашей жизни, для чего мы на этой земле. Это часто или всегда не то, что, может быть, мы ставим перед собою. Это не столько мы имеем денег, сколько у нас чего-то есть, какого-то имущества, каких-то возможностей. Потому что не ради этого мы живем на этой земле. И есть то, что мы никогда не сделаем на этой земле. И есть то, что мы никогда не сделаем на этой земле. Если даже мы этого очень хотели. Но есть то, что мы обязаны сделать, потому что это является самым главным смыслом нашей жизни. И первый принцип заключается в том, что мы должны всегда помнить и понимать, что мы временно на этой земле. Потому что именно этот принцип поможет нам правильно строить приоритеты и планы нашей жизни. Второй принцип, о чем мы рассуждали с вами в прошлые разы, о том, что апостол Яков говорит о надменности или о гордости. Потому что это гордость или самонадеянность, это грех и большая проблема для нас лично. И тогда, когда люди живут и думают или принимают какие-то решения, думая, что все от них зависит, они часто попадают в большие проблемы. Как минимум, лишают Божьей поддержки себя, Божьего благословения, Божьего содействия. И поэтому Яков говорит, что всякое такое тщеславие есть зло. И зло по своей сути. Потому что мы говорим, это зло возникло в сердце дьявола вначале. Потому что это зло, что стало первым грехом Адама и Евы. Потому что они искали какой-то независимости от Бога и быть похожим как Бог. Потому что они искали какой-то независимости от Бога и быть похожим как Бог. Мы также говорили о том, что тщеславие — это их как хвастовство или представлять себя тем, кем я на самом деле не являюсь. Также это не только грех, это еще и смешно бывает. Потому что это со стороны, когда люди смотрят, особенно умные, они видят, что человек не тот, кого он себе выдает. Потому что люди иногда своим поведением просто хотят скрыть свою пустоту и то, что на самом деле есть в их сердце. И еще одна проблема в этом, то, что в этом проявляется наша гордость, и это мы становимся противниками Богу, и мы лишаемся Его благодати. Потому что Слово Божие говорит, что Бог гордым противится. А это может быть большой проблемой для нас. И мы говорили также о том, что слушаться Богу — это всегда будет нам чего-то стоить. Но Его непослушание — это будет еще большая цена. И когда Яков говорит здесь о том, как бы осуждая этих людей, которые делали какие-то такие далеко идущие планы, очень такие детальные, проблема не в том, что планировать — это плохо или нельзя это делать. И когда Яков говорит здесь, это не так, что планы — это плохое, но очень важно задать вопросы, на чем это основано, почему мы этого хотим, и откуда это произошло в нашем сердце, и так дальше. Но это очень важно знать, почему это произошло в нашем сердце, и так далее. Поэтому мы всегда должны проверять свое сердце, задавать себе правильные вопросы. Итак, первый принцип — это всегда помнить, что мы временные. Второй принцип — это то, что гордость, тщеславие — это грех и проблема, может быть. Третий принцип, о чем мы также начали говорить в прошлый раз, и о чем говорит Слово Божие Яков, то, что мы должны во всем этом искать прежде всего воли Божьей. И здесь Яков говорит такие слова, что если мы будем живы, и Господу будет угодно. Потому что если будем живы, это хорошо, но это будет недостаточно, если Богу это не угодно. Потому что Божья воля для нас — это то, что определяет то, что мы это будем делать или не будем делать, это успех или не будет. И мы говорили о том, что так же то, что мы называемся христианами не потому, что мы знаем Иисуса Христа только. Но потому что Он является центром нашей жизни и всего то, что происходит вокруг Него. Поэтому планировать — это нормально. Но очень важно, когда я начинаю нуждаться в Бога и искании Его воли. Потому что мы должны помнить также, что мы только управляющие, а не хозяева ни нашей жизни, ни нашими ресурсами. И Бог просто оказал нам огромное доверие, даруя нам нашу жизнь, наше время, наши финансы, наше здоровье, как мудрым управителям, чтобы мы правильно этим распоряжались. И Бог has entrusted to us our health, our lives, our abilities for us to be wise overseers. Поэтому мы должны правильно говорить, ну и правильно действовать. So we need to speak correctly, but also act correctly. Итак, давайте это кратко напомним о том, о чем мы говорили раньше. А сейчас давайте мы прочитаем дальше 17 стих, говорите такие слова. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Очень кратко и понятно, правда? It is very simple. И это слово Божье говорит, что не только мы ответственны за то, что мы говорим, но мы ответственны за то, что мы делаем. We're not just responsible for what we say, but for what we do. Но мы также ответственны за то, что мы не делаем так же. And for things that we don't do. И это слово и так, оно как бы идет, это не только потому, что это последний стих в этой главе, но это как итог того, что Яков говорил выше. And where it says, so or therefore, it is a conclusion of what he was speaking previously. И это слово, и так, кто разумеет, здесь оно касается нашего понимания и нашего разума. So when it says, whoever understands, that concerns our mind. И если это был бы вопрос, то я бы спросил, кто разумеет. So if it was a question, I would have said, yes, who understands. И я думаю, что наше понимание, оно зависит от нашего возраста. And our understanding depends on our maturity. Значит, от нашего зрелости. Of how mature we are. И вы знаете, что есть в Библии такое правило, что люди, бывает, не отличают левую руку от правой. You know, in the Bible, it says that sometimes people don't differentiate their left hand from their right hand. И бывают такие люди, которые не отличают левую руку от правой. Are there people who don't know the difference? А, бывают такие люди? Are there people like that? А? Бывают. А? До сих пор это уже проблема. There are still people around who can't recognize their left from their right hand. Но если это ребенок, ему годик, там, два, может быть, он не знает. Может быть, три или четыре. Если он не знает, где его правая рука, а где левая. Or three or four. And they don't know where their left or right hand is. Таким людям чем-то проще. И таким детям, правда? It's a little easier for them. Потому что я скажу, что они не разумеют в том числе не только где левая и правая. Они часто не разумеют, что такое правильно и неправильно. Или добро, или то есть недобро. Not only they don't understand left or right, but they also don't know what is right from wrong. Но я думаю, что здесь присутствуют те люди, которые уже выросли с этого детского возраста. But I think people present here are the ones who outgrew that childhood. Хотя я вижу там возле Юрченко, там есть маленький мальчик. Я не знаю, он знает, левая рука, где правая. And there's a little boy right there, and I don't know if he knows his left or his right. Поэтому если он что-то сделает или не сделает, это ему еще не меняется в грех. But for him it's not sin, whether he does or does not do something. Но если мы понимаем, что есть добро и что зло, и делаем или не делаем, то Слово Божие очень конкретно, кто разумеет делать добро и не делает, тому что? But the Word of God says, if we understand what is good and we don't do it, then it is sin. И вот то, что мы делаем или не делаем, оно будет нашей духовной зрелости. And what we do or don't do, that shows our spiritual maturity. Насколько мы взрослые. How much mature we are. И добро — это все то, что правильно, то, что согласно Его Слово, то, что Бог ожидает от нас, чтобы мы делали в нашей жизни. And good is everything good that is according to the Word that He wants us to fulfill. И зло — это то, что все, что нарушает Его Слово, Его воля. And evil is everything that breaks His will and His Word. И это то, что наша воля, наша ответственность всегда стоит в тот момент, когда мы должны принимать решение. And our responsibility is at that moment we have to make that decision. Потому что всего-навсего от нашего решения зависит направление нашего действия и наши какие-то проявления, наши дела, которые мы совершим или не совершим после этого. Because from our decision, then our actions that follow, they are evidence. Я хочу также сказать, что Иаков чуть выше второй главе, что благодать Божья, она не подменяет или не снимает нас ответственность за наши поступки. And the grace of God does not take off our responsibility for our actions. И Иаков говорит в второй главе, что неосновательный человек, если ты так думаешь. И он очень конкретно и очень прямо разбирает эту тему. Он говорит, что если ты думаешь, что твоя вера не зависит от твоих дел, ты ошибаешься. Потому что наша вера, она зависит в том числе и от наших дел. И в наших делах проявляется наша вера. Because our faith is evident from our works, and our works show our faith. Поэтому никто из людей не может сказать, я просто верю, я просто верующий человек. So, no person can say, I'm just a believer. Независимо от того, что я делаю или не делаю, я просто верующий человек, у меня все нормально, это достаточно. Disregarding what I do or do not do, I'm just a believer. Слово Божьего, если я так думаю, или вы, это слово будет, я неразумный или неосновательный человек. The word of God says, if we think that, then we are not wise. We don't have a foundation. Мы, может быть, так не декларируем, так не заявляем кому-то, но иногда наши поступки говорят именно об этом. Что как будто бы наша вера и наши дела, они как-то могут быть, как-то не связаны быть друг с другом. Потому что я говорю, что я верующий, но я могу не участвовать в жизни церкви, я могу не ходить в служение, не могу делать те дела, которые Бог от меня ожидает. I can say I'm a believer, but I may be, I'm not participating in the life of the church, I'm not going to the services or helping in needs. Конечно, мы спасены через благодать и только Его благодать. Of course, we are saved through grace and only by His grace, through faith. Но наше спасение или наша вера, оно проявляется и должно проявляться в делах. И именно не наши слова, а наши дела говорят о том, есть ли это вера или нет в нашем сердце. И Яков говорит такие слова, видишь ли, что вера содействовала делами Его, и делами вера достигла совершенства. Это вторая глава, 22 стих. И это слово содействовало, оно говорит о том, что вера, она действует или должна действовать вместе с нашими делами. Это не то, что что-то отдельно, а это то, что идет всегда вместе. И только та вера, которая действует или побуждаема любовью, она достигает какого-то совершенства. Поэтому благодать, это Божье огромное благословение для нас, но она не подменяет нашу личную ответственность в принятии решений и в наших делах. Я знаю, что я встречался в жизни таких людей, которые думают, что если они просто не будут делать плохих дел, это будет достаточно. И даже я слышал такое рассказывание, может, это было сказано в шутку, но, наверное, не совсем. Он говорит, когда я сплю, я тогда не грешу. И поэтому, наверное, напрашивается вывод, что нужно больше спать. И поэтому решаются многие вопросы. Ну, это есть неправильно, во-первых, потому что Бог не поощряет бездельников, тех, кто проводит много времени в кровати. И в Библии не поддерживают такую теорию, что больше спишь, меньше греха. Нет такого. Но в Библии есть другие слова. Может быть, я чуть другими словами их перефразирую. Что если тогда, когда я должен делать какие-то добрые дела, я сплю, это грех. Вы согласны? Я немножко по-другому сказал то, что в Иакове. Может, Иаков сказал, если я должен делать, я понимаю, что должен делать, а это не делаю, по любой причине, если даже я сплю или еще другое, это есть грех. Но вы можете сказать слово «Аминь»? Не все, к тому же, согласны, да? Но это не мое слово, это слово, которое говорит Бог через Иакова. Я просто думаю, что некоторые боятся себе подставить ответственность, сказать, вот я понимаю, что я понимаю. Я имею еще больше ответственность, что я буду делать или не делать. Но если вы даже этого не сказали, вы все равно ответственны за это. Потому что если я что-то не делаю, Слово Божие однозначно, это есть грех. Это не просто, это не просто, это не хорошо, и это не очень хорошо, это грех. Это значит, что тогда, когда я должен молиться, я не молюсь, тогда что это? Как это будет называться? Ну, будьте смелы. Тогда, когда я должен был в церкви, а я просто сплю на диване или занимаюсь... Неважными делами. Как это будет называться? Тогда, когда я могу сделать и быть участником в какое-то служение, а я просто ленюсь и нахожу разные причины, чтобы не быть вовлечен в какое-то служение. Как это будет называться? Когда я могу перегибаю, как вы считаете? Или Слово Божие так говорит. Слово Божие говорит, что если ты понимаешь... Я думаю, а мы понимаем, потому что мы все-таки взрослые люди. Что мы можем и должны что-то делать для Господа. Мы все находимся под этой ответственностью. Что с того момента, когда мы не делаем то, что мы должны делать... Мы попадаем в категорию, которая называется грех. Даже тогда, когда мы под благодатью Божией. Это значит, что мы должны воспользоваться благодатью и покаяться, и стать на то место, и делать то, что мы должны делать. Потому что неделание воли Божией, добра, это и грех. Потому что когда мы не делаем то, что мы не делаем Бога, и мы не делаем то, что мы не делаем. Я думаю, что это место Писания, оно должно разрушить всякую неправильную теологию или наше понимание в каждом разуме. Потому что мы, может быть, часто хотим как-то упростить, или христианство сделать каким-то таким легкой прогулкой, или каким-то таким клубом по развлечениям. Sometimes we want to make Christianity like a stroll in the park, or just as an association that you're a part of. Но христианство — это ты идешь в воле Божией, или ты не идешь в воле Божией. But Christianity is either you are in God's will, or you're not in God's will. Ты получаешь Божий благословение, или ты его теряешь. You receive God's blessing, or you lose it. Ты делаешь добро, или ты, не делая его, ты попадаешь в категорию греха. If you do good, or by not doing good, you are in the category of sin. Христианство и Слово Божие — это радикальные вещи. И Бог проводит эту линию, и Он показывает, и Он покажет разницу между тем, которые ему служат или не служат. И, может быть, мы ее не всегда видим реально в нашей жизни, это разрешительная грань, но Бог это покажет. Maybe not, we don't always see the difference, but God will show us where that dividing line is. И мы должны быть теми, которые служат Богу, и которые делают правильные вещи. And we need to be those who serve God, and who do correct things. Итак, знать волю Божию, и знать Его — это большая привилегия. And to know Him, it is a great privilege. Но это великая ответственность, и даже, я сказала бы, для кого-то опасность. Поэтому, если мы молимся, Господь, скажи мне Твою волю. Мы подвергаем себя какой-то, может быть, даже опасности. Потому что до тех пор, пока мы ее не знали, это плохо. Потому что мы не шли там и не делали то, что мы должны были делать. Но тогда, когда мы узнали Его волю и не стали это делать, это еще хуже. Потому что так говорит Слово Божье. И Иисус Христос говорит такие слова. Раз же тот, который знал волю Господина, это Луки 2.47. Знал волю Господина своего. И не был готов, и не делал по воле Его, бит будет много. Но там, я пропустил это место, говорит, если он не знал и не делал, он тоже будет бит, но только меньше. Но если ты знал и не делал, тот будешь бит больше. Знаете, я как-то почему-то не обращал внимания на однослово в этих словах Иисуса. И я не знал одну слово в этих словах Иисуса. Почему он не делал? Почему он не делал? Вы можете мне посмотреть это место Писания и сказать вместе, почему он не делал? Почему он не делал то, что было в воле Господина? Я просто как-то это место пропускал, когда читал раньше. А Слово говорит очень кратко. Он не был готов. Потому что он не был готов, он поэтому не делал. И это говорит о состоянии сердца этого человека и нашего сердца. Это наше понимание, это то, как мы воспринимаем многие вещи в нашей жизни. И поэтому есть такое понимание, как готовность нашего сердца. Потому что из этого начинается все, или ничего не происходит наоборот. Потому что до тех пор, пока не поменять мое понимание, или мою готовность, я ничего не начну делать. Готовность — это быть всегда способным отреагировать на какой-то вызов. Если бы я сейчас бросил мяч в кого-то, вы бы сумели его поймать или нет? Если бы я сейчас брошу в Андрея бутылку, он бы точно не поймал его, потому что он не смотрел сюда. Потому что он не готов был. Это значит, чтобы быть готов. Это как вратарь во время игры в футбол. Он не может расслабиться на какой-то момент. И даже когда, кажется, близко, нет опасности, нельзя расслабляться. Потому что, как ты только выйдешь из состояния готовности, ты сразу пропустишь удар. Это в любом виде спорта. И это в нашей реальной христианской жизни. И это характеризует состояние готовности. Когда мы готовы отреагировать сразу же и быть способны ответить на вызов или на приход Господина, когда Он придет и потребует нашего отчета. Потому что именно в этом прище Иисуса Христа, когда придет Господин, то есть нас Господь, и Он потребует отчета за то, что мы делали или не сделали, то мы должны ответить за это. Поэтому Иисус Христос явно говорит такие слова 13-17. Если вы знаете, блаженны вы, когда исполняете. В чем блаженство? Как вы считаете, блаженство в знании? Как важно знать или нет, как вы считаете? Что-то вы сегодня неактивны. Есть блаженство в знании? Я скажу, хорошо знать. Потому что если мы не знаем, то мы не знаем, куда двигаться, что нам делать или не делать. Но я думаю, что акцент здесь все-таки на вторую часть. Блаженство в том, когда мы исполняем волю Божью. Потому что если мы не исполняем волю Божью, мы просто в ней не находимся, мы стоим как бы за пределами этой воли. Но тогда, когда ты знаешь, что ты делаешь волю Божью, это так много для каждого из нас. Потому что когда ты знаешь, и ты уверен, что ты в воле Божьей, даже тогда, когда тебе очень трудно, когда у тебя много препятствий, даже тогда, когда тебя никто не поддерживает, даже если ты сильно очень устал, но если ты знаешь, что ты делаешь волю Божью, это будет достаточно тебе мотивации, чтобы продолжать двигаться так, как угодно Богу. И Бог поможет тебе это совершить. И никто тебя не остановит. Даже если это будет трудно. И так, четвертый принцип, который сегодня я хотел, чтобы мы сегодня больше обратили наше внимание. Потому что, как я сказал и напоминал сегодня, мы рассматриваем как бы четыре здесь принципа, которые апостол Яков говорит. Это понимание, что мы временны на этой земле. Это понимание того, что мы не должны быть самонадеянны на себя. Не быть тщеславными. Искать прежде всего волю Божьей, это третий принцип. И стараться исполнить Его волю в своей жизни. Четвертый принцип, он такой более, может быть, вдохновляющий нас. Потому что он говорит о том, что планировать в нашей жизни, строить какие-то планы на определенное будущее, это нормально, это правильно. Даже мечтать, это тоже нормально. Потому что некоторые верующие боятся мечтать. И, может быть, боятся, потому что вдруг это не состоится. А если состоится, потом будет зачарование, которое не хотелось бы, чтобы они были. Но я сказал бы так, что Слово Божие поощряет нас мечтать, чтобы у нас были правильные мечты в нашей жизни. И апостол Иаков, он просто дает правильные принципы, как правильно нам мечтать в нашей жизни, и строить какие-то планы в нашей будущей. И я их еще раз кратко повторяю. Мы временные. Это просто как холодную погоду, мы дышим, и появляется пар, и как он долго остается. Второе, не хвастаться, не тщеславиться. Как я говорил в прошлый раз, не понтоваться. И третье, это искать Бога. А вот четвертое, Иаков говорит так. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будь Господу, и живы будем, то сделаем, то и другое. Это 15 стих, 4 глава. Это правильное исповедание. Это правильное исповедание. Я думаю, что иногда мы верующие, мы попадаем в две крайности. Одна крайность, когда мы бываем слишком самоуверенны, как будто бы все зависит от нас, и мы можем контролировать весь процесс, когда начнем, когда он становится, когда опять что-то там произойдет, мы все знаем. Это как те люди, которые делали, которых обличал Яков. Но вторая крайность, которая тоже часто христиане попадает в нее, это говорить негативные вещи в своей жизни. И может быть, мы так говорим, иногда просто так думая. И мы можем думать, а у меня опять не получится. Это будет так, как всегда было раньше, до этого. Я не такой способный, как тот или та, или другой. Это уже сейчас, уже поздно, уже упущено время, уже ничего не можно поправить. Я уже разочарован в том, что у меня не получалось раньше, и сейчас. И это иногда состояние многих верующих людей бывает. Из этого есть или были определенные причины, почему мы пришли, бываем в такое состояние. И иногда это очень правильно кажется с точки зрения логики, потому что все обстоятельства об этом говорят, что это так на самом деле. И я сегодня хотел бы, как бы сегодня, может быть, сказать то, что пускай бы кого-то затронуло, или ободрило чьё-то состояние сегодня в этом собрании. Я не знаю, почему это происходило, возможно, в твоей жизни. Почему были какие-то провалы, или что-то не получилось так, как ты планировал, или так, как ты ожидал. Наверное, были это причины. Может быть, те, которые мы рассматривали сегодня, вот тех первых три, которые говорили раньше. Но я хочу сегодня сказать два местописания, которые очень важны для каждого из нас. И первое место Иисус сказал, что Господу всё возможно. Вы помните, когда Он сказал эти слова? Вы можете сказать сейчас вместе со мной, что Господу всё возможно? Вы помните, что человеком это невозможно? Но Господу это всё возможно. И второе место, которое говорит тоже Писание, что верующему также всё возможно. Вы можете хотя бы наглядить эти слова, сказать громко, аминь. И поэтому Слово Божие призывает нас быть всё-таки оптимистами. Даже если были какие-то неудачи. Даже если были какие-то потери. Даже если какой-то период, или, может быть, вчера у нас не получилось. Давайте мы просто последуем простым советам апостола Иакова. Мы просто должны начать говорить что-то позитивное и правильное в нашей жизни. Потому что, когда мы начинаем исповедовать, то это начинает как-то созидать нашу веру. И когда мы продолжаем это в духовном мире, мы начинаем сами верить в то, что мы говорим. И может быть, первый раз как-то меньше, но когда мы начинаем продолжать в духовном мире, то это обретает какую-то реальную оболочку, какую-то реальную форму. когда мы начинаем исповедовать такие вещи в нашей жизни, неправильные вещи в нашей жизни, то, что мы ожидаем, чтобы произошло в нашей жизни, оно начинает фокусировать нашу жизнь, и мы начинаем как бы, если делать что-то, то, что содействует для действия этой цели, это там, где можем применить свою веру, потому что вера есть осуществление этого ожидаемого, которое у нас перед Богом. И это касается всех сфер нашей жизни. Это моя личная жизнь, это моего служения, это церкви. Есть вещи, в которых мы есть абсолютно уверены, что это воля Божья. Это как бы упрощает нашу веру или делает ее более твердой. Потому что если мы сегодня сказали, что я хочу, чтобы мои дети все были верующие, хочу, чтобы мои дети освободились от какой-то зависимости. Нам не нужно сегодня молиться о воле Божьей по отношению этого. Потому что Он уже сказал свою волю по отношению этого. мы можем просто начинать эти вещи, утверждать и проволожать в нашей жизни, что Бог это совершится, потому что ты этого хочешь. Потому что это твоя воля. Потому что это не ради моей славы, но это будет ради твоей славы. И это является очень важным, возможно, самым важным для меня сегодня. это то, что помогает или способствует двигаться дальше, даже если есть какие-то трудности и переживания. Это то, что мы ставим перед собой или перед всей церкви для достижения этих целей. That's the goals that we set before ourselves and for our church. Я думаю, может быть, год еще не так давно начался. The year just started. Кто-то может уже поставил какие-то цели перед собой на этот год и на какое-то далекое будущее. И я не знаю, что именно ваше понимание то или другое. Потому что Яков сказал такие слова, что мы сделаем то или другое. И вы сами, наверное, знаете, что вы вкладываете это слово то или другое. Это ваши какие-то планы, мечты, желания. Это ваша учеба, работа. Это ваше служение, это ваш бизнес. Может быть, кто-то решил жениться. Это все нормально. Если мы выполняем все то, что слово Божие по этому поводу. Если мы проверяем свое сердце, мы понимаем, что мотивирует нас в этом. Является ли это волей Божией и когда мы об этом начали обращаться к Богу. Если мы что-то упустили с этого, нам просто нужно вернуться к и сказать, Господь, давайте начнем сначала. Что-то я пропустил, может быть, это причина, почему у меня не получается. Но, Господь, я хочу знать Твою волю подошли к Твоему и другому. Я ничего не хочу в том, что не будет соответствовать Твоей воле. Я все свое упование положу ни на себя, ни на людей, но на Тебя лично, Господь. Потому что так важно понимать, что так много вещей, они зависят от нас. Даже приход в этот мир, он не от нас зависит. Почему мы здесь? Я скажу, что даже не все зависит от наших родителей. Но это было в Божьем плане, в Божьей воле, чтобы вы появились и я появился в этот мир. И в Божьем плане, в Божьей воле, есть случай для каждого из нас в этом мире. И когда только мы занимаем эту позицию, мы начинаем искать Его волю в больших и малых вещах. Это есть случай, что мы можем испытать в своей жизни. Это то, что принесет Ему славу и нам благословение. Слово Божье говорит некие слова, которые я хотел бы также почитать, потому что мы сейчас будем молиться. Апостол Павел филиппистам говорит такие слова. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Это то, что Слово Божье поощряет нас сделать. что открывайте свои желания перед Богом. Открывайте свои мечты перед Богом. Это наши привилегии, как мы сегодня слышали, потому что мы Его дети. И наши дети иногда это делают перед нами, правда же? Они приходят и говорят, папа, я очень хотел бы это иметь. И вы знаете, когда Его желание совпадает с нашей волей и с нашими возможностями, что происходит обычно? Что происходит? Это становится реальностью. Когда желание наших детей совпадает с нашей волей и совпадает с нашими возможностями. Поэтому в этом случае нам нужно выполнить три условия желания. Нужно иметь, чтобы сопала воля родителей и третье и их возможности. Я скажу, что в отношении нас и Бога только два условия. Это наше желание и Его воля. Его возможности не ограничены. Его способности не ограничены ничем. Но если есть у нас правильные желания, правильные цели, если не соответствуют Его цели, это достаточно, чтобы они выполнили своей и моей жизни. Его силы, Его внимания, Его любви достаточно, чтобы стал реальностью. В псалмах Давид говорит, желания боящихся он исполняет, в опыле слышит и спасает их. В псалмах the writer says that he fulfills the desires of those who fear Him. Желания кого? Тех, которые боятся Его, которые Его почитают, те, которые Его любят. Я хочу, чтобы мы были в этих категориях сейчас сегодня. потому что Слово Божие говорит, что для такой категории людей есть особое обетование, что эти желания Он, Сам Бог, Он исполняет. Он услышит такие молитвы, и Он спасает в любой ситуации, Он являет Свою силу и мужество в любой сфере нашей жизни. Еще третье место Писания это будут как бы три основания для нашей инвалиды сейчас. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Это Псалм 36, 5. Чудесное Божие обетование для каждого из нас. Потому что эти все обетования заключены в Нем. И больше всего то, что нам нужно в нашей жизни, нужен Он Сам, Сам Бог. И нам нужно также Его благодать. Остальное все второстепенно, как бы оно для нас важно ни казалось. Это моя карьера, это что бы, как бы, что бы я ни назвала. Это важно, но Бог самый важный в нашей жизни. Его благодать в нашей жизни самая важная. И тогда, когда этот порядок, все остальное приложится, все у нас начинает выполняться в нашей жизни. Наше дело просто ходить в страхе, почитать Его имя, поклоняться Ему. Смиряться перед Ним. А Яков говорил в четвертой главе такие слова, что Бог смиренно дает свою благодать. Давайте мы сейчас поднимемся. Мы сейчас будем молиться. Я даже попрошу группу или музыканта хотя бы выйти, потому что у нас будет сейчас молиться, когда кто-то сможет выйти для того, чтобы за Него помолили. Потому что я сказал, что нам нужен больше всего Бог. Нам нужна Его благодать. Потому что это нам поможет выполнить и достичь правильных целей в нашей жизни. Потому что наших сил, нашего опыта, нашего образования недостаточно будет для этого. Потому что Божья благодать, она восполнит все наши недостатки и все то, что мы в чем не сильны в нашей жизни. еще что очень важно, что это Божья благодать это не то, что мы заслужили. Это не то, что мы можем потребовать от Бога. Это не то, что Бог дает для смиренных и тех, которые поклоняются Него. Мы сейчас будем молиться вместе, кто-то будет молиться там, на месте, где Он стоит. Кто-то, если желает, можете прийти сюда наперед, чтобы мы помолились за вас, чтобы к вам подошел кто-то с послужителей или с пастырей и за вас помолились. Но то, что я хотел бы, чтобы мы сейчас сделали во время этой молитвы, чтобы мы не просто стояли, мы не просто молчали, но мы начали говорить. Потому что, говорит Яков, вам нужно говорить. Вместо того, что вы делали неправильно, вам нужно делать правильно для начала, вам нужно начинать говорить. Он так сказал, вместо того, что вы делали раньше, вы сейчас начинаете говорить. И давайте мы начнем говорить правильные вещи в нашей жизни. И они заключаются в очень простых словах. Что, если это Господу угодно, и мы будем живы, то мы сделаем то или другое. И даже не может быть. И даже, скорее всего, это Бога. Или я надеюсь. Но я хочу сказать, чтобы вы сегодня сказали очень твердо и тверительно перед Богом для себя лично. Что, если только мы будем живы с вами, и если это Богу угодно, то мы это сделаем. Мы это сделаем. Мы это сделаем. Мы это сделаем. Потому что Бог поможет нам в этом. не потому что я это могу сделать сам. И очень нравится слово. Здесь употребляется мы, не я. Это значит, что я и мой Господь. Это значит, ты и твой Господь. Это значит, ты и твой Господь. Вы сделаете это. То или другое. Это или другое. И я хочу, чтобы сейчас, когда будем молиться, скажите, с чем является вас то или другое сейчас? Что для вас является сейчас очень важным, о чем вы хотели бы сейчас просто еще раз поговорить с Богом об этом? Может, еще раз спросить Господь, если вы не уверены, есть ли в этом Его воля? Может, еще раз проверить свои мотивы и побуждения, почему для вас это важно, почему вы хотите, чтобы это случилось в вашей или моей жизни? Or check your motives, why you want something to happen Но когда ты все это сделаешь, все-таки давайте мы начнем утверждать более с верой и утвердительно. Господь, мы это сделаем. Потому что ты поможешь нам это сделать. Потому что ты из-за нас. Потому что ты не просто мое желание. Потому что я просто этого сильно хочу. Но потому что ты этого хочешь. А ты сказал в своем слове. Что желание, боящееся Его, ты исполняешь. Это Его обещание для тебя меня сегодня. Поэтому давайте мы начнем разговаривать с Ним, если вы не сделали это раньше. Давайте мы начнем исповедовать эти слова вместе. Давайте мы будем это делать с верой. Давайте мы будем это делать с молитвой, то есть в течение месяца. Потому что Он желает сегодня отвечать нам. Потому что Он сказал, что Он отвечает нам в рейтинге. Аллилуйя, Господи.